отводной поводок в первую очередь это оснастка для ловли на сложном рельефе удилище должно быть достаточно жесткого строя поклевку при этом обязательно почувствуйте все зависит опять же от тестовки удилища ну к вопросу как он заедает но вот если ты вовремя успел то вот приманка у него с краю пасти всем привет друзья сегодня затронем такую тему как отводной поводок когда он появился для чего и где он применяется ну и немножко рыбалки второе же название этой оснастки это московская оснастка moscow rig поэтому давайте сегодня в этом выпуске именно об этом немного истории московская оснастка или так называемый отводной поводок стала популярной у нас в стране в москве благодаря различным соревнованиям если мне память не изменяет это начало двухтысячных годов сам я об этой оснастки узнал вживую от такого известного рыболова в москве многие знают сергея перевозного тогда сергей на отводной поводок творил просто чудеса и многое подсказывал рассказывал я и многие другие спортсмены переняли технику ловли на отводной поводок и тогда в спорте эта оснастка творила фурор и давала фактически отличные результаты в основном конечно же это при ловле окуня я считаю эту оснастку основополагающей при ловле окуня на второе место я поставил берша и судака но вся остальная рыба это как возможный прилов отлично мое такое мнение если у вас есть свое мнение вы применяете отводной поводок при ловле других хищников целенаправленно пишите об этом обязательно в комментариях будет интересно послушать так вот отводной поводок имеет абсолютно разные модификации я расскажу сегодня о том какую применяю чаще всего я ну и отводной поводок можно поделить на разные градации там отводной поводок для ультра light light ловли или отводной поводок для такой достаточно тяжелой ловли разница будет только там в диаметре в размере приманки в диаметре используемых лесок в размере приманок но мы сегодня поговорим о легком по отводном поводке для ловли окуня под слово легкий я подразумеваю отводной поводок весом не более 80 грамм то есть это такой примерный вот рубеж потолок который я для себя ставлю для кого-то он может быть немножко другой но не суть важно ну что ж давайте приступим к рыбалке и в процессе рыбалки будем разговаривать об этой замечательной оснастки так ну сегодня я взял такую палочку скажем так помощнее это графит лидер белиза карантия до 8 грамм потому что я планирую сегодня ловить на отводной такой наверно грамм 5-6 потому что я буду ловить сегодня на прудах и здесь оптимальный груз по шарниру чаще всего это 23 грамма отводной поводок подразумевает увеличение этого веса груза чуть больше чем в классическом джиге в данном случае если я здесь ловлю на данных выдаем их джигом там 234 грамма то отводной поводок соответственно веса грузов будут от 5 до 8 грамм во первых и это дальность заброса который будет актуально и во вторых просто как бы будет ну приманка доставляться быстро на одну скажем так и нас интересует волочащийся груз то есть не не иметь никакой разницы можно поставить и 10 и 12 грамм но допустим в прудовой ловли это будет некий перебор и вот если бы мы ловили на течение то там немножко другие условия немножко другие веса грузов там можно применять и достаточно тяжелые стоячей воде в принципе за глаза вот для водоемах обычных там прудов карьеров где глубина там не превышает 4 5 метров я считаю до 10 грамм более чем достаточно применения отводного поводка катушку я взялся не до его любви с лт 2500 плетеный шнур у меня 0 6 п и можно использовать и тоньше но опять же если будут дальние хлестки и забросы дата как бы шнур потолще будет ну мне кажется он более оптимальным там смотрите сами сейчас вижу оснастку но у меня в принципе есть уже готовые варианты фактически сейчас если на gopro будет видно вот в одном поводке я вот использую очень часто вот такую вот коробочку самое основное здесь это вот мотовила и в принципе вот в этом мотовиле мы можем видеть уже фактически собранную конструкцию да здесь у меня все закреплено на булавочки я снимаю булавочку у меня здесь сделана вставка порядка 15 сантиметров это минимально допустимая скажем так в данном случае она сделана из толстого флюра для ловли на ракушечнике в конце застежка для того чтобы можно было менять веса грузов тройной вертлюжок как самый оптимальный и поводок здесь по моему стоит 0 16 миллиметров длиною чуть более метров и маленький офсетный крючок сейчас мы это все привязываем видео то есть на мотовиле это очень удобно в том плане что уже готовые дома связал мне такая коробочка есть да где 7 мотовилок 7 с нас так вот пожалуйста поводок у меня здесь метр-метр-десять все вставка мне осталось привязать это классическим углом узлом двойной клинч я вижу можно по ламаром кому как нравится вот раз два три 4 5 6 7 8 петлю и в эту петлю затянули все отлично вешаем грузик приманку и погнали на самом деле друзья отводной поводок он сейчас на многих соревнованиях при ловле спиннинга с берега дисциплина запрещена и у нас спиннингисты делятся на спортсменов которые за отводной поводок и те которые против почему наверное это происходит да но скорее всего многие считают что отводной поводок это губителен для рыбы окунь глубоко заглатывает приманку крови ты и соответственно мою типа ловим трупиков кто-то считает что это оснастка слишком проста в использовании типа поставил отводной поводок и рыба сама там дуром на тебя на те будет вешаться на самом деле это далеко не так и я готов спорить с каждыми этими мыслями потому что если окунь заглотил глубоко приманку значит снасть у вас была не совсем чувствительная и вы профукали момент начала поклевки то же самое происходит при ловле прудовой форели когда форель зажирает резину самые гланды это тоже потому что поклевку вы прозевали отводной поводок на самом деле он вроде и прост то есть там связал забросил и поймал но есть куча разных нюансов в которых собственно и заключается поимка хищника в данном случае окуня это проводка это подача приманки это вес груза это длина и диаметр поводка и все это в совокупности только только это все совокупности может дать результат конечно отводной поводок он крут в том плане что мы можем доставить небольшую приманку на дальнее расстояние мы можем приманку максимально долго задержать в интересующем нас месте и все это конечно же дает определенные плюсы в поимке хищника особенно пассивного чем вода холоднее водоеме тем проводка более медленная чем вода теплее тем проводка на окуне более агрессивная но опять же мы даем паузы и держим приманку интересующим нас вместе отводной поводок в первую очередь это оснастка для ловли на сложном рельефе потому что на обычном рельефе можно ловить микро джигом джик ригом вертушками там воблерами колебалками да всем чем угодно отводной поводок это ловля по каким-то жестким бровкам буграм ракушечником коряжники все все в тех местах где другие оснастки будет ловить проблематично будет много зацепов вот применение в таких сложных местах отводного поводка она дает определенные преимущества ну начнем пожалуй рыбалку и дальше уже поподробнее обо всем поговорим еще раз когда вы делаете заброс поскольку свис у нас очень большой всегда смотрите назад обязательно чтобы не зацепить какие-нибудь кусты какого-нибудь пробегающего человека потом уже совершайте заброс пожалуй наверное это единственный минус при ловли на отводной полоток потому что конструкция очень длинная и в стесненных условиях и не совсем удобно работать но это стоит того в определенных моментах потому что на эту оснастку клюет даже самая пассивная рыба вот и первый попался хоть и взял так интересно пошел на меня с выброса с бугорка вот такой небольшой окунек наслак от феер жара бейтс расти продолжим так обязательно посмотрим назад перед забросом клюнул достаточно далеко от берега дуга выдувает поэтому плюс применение от одного поводка более тяжелого он уместен и ветер пробивает это оснастка хорошо и ловить можно с дальней дистанции могу удерживать там приманку на одном месте придавать разную анимацию в одной поводу хорош еще тем что работают порой даже очень длительные паузы ты чаще происходит в холодной воде но все зависит опять же от настроения окуня то есть проводку как эти приманки надо подбирать постоянно не завел там трава чуть сместился поливей аккуратно берет несмотря на то что вроде заел но клюет так паршивенько вы и дружище пока работаю слагом с разной анимацией то есть слагу нужно всегда делать какую-то анимацию хотя порой бывает что просто волочение работает также отлично сейчас уникальная возможность забросить без ветра не будет дуги прям аккуратно си него купим так щипает тык 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 явно он не настроен прям гонять и хватать приманку вот этот который сейчас попался наверно 1 5 клевал так тюк 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 так вот прям уже все замедлил прям на одном месте фактически играл я давайте несколько слов расскажу о часто применяемых приманках на отводной поводок на самом деле выбор здесь гораздо гораздо большой то есть в принципе любую силиконовую приманку можно применять на отводном поводке это могут быть различные слаги это могут быть силиконовые приманки с активной игрой я называю такие приманки как виброхвосты твистеры где при любом малейшем как бы движение нашей оснастки у приманки заводится хвостик будь то небольшая пяточка до виброхвост на отводном поводке можно использовать и различную креатуру раки какие-нибудь нимфы как а зябры всевозможные но все же для ловли на креатуру я считаю что лучше все-таки оснастку уже каролинская потому что это более донная оснастка отводной поводок позволяет нам провести приманку ну скажем так в каком-то расстоянии от 1 от этого зависит вставка которая у нас делается для груза то есть минимальный размер этой вставки я считаю это порядка 15 сантиметров можно сделать ставку и 20 и 30 сантиметров и 40 сантиметров но наверное 40 сантиметров это максимальный потолок потому что в дальнейшем если вы хотите сделать опять же оснастку выше от 1 тогда актуальнее применение уже другой оснастки под названием дропшот отводной поводок это все-таки оснастка придонная когда приманка идет ну скажем я считаю до полуметра от 1 и в момент остановок наша приманка свободно планирует то что приманки должны быть мягкие съедобные я думаю здесь понятно потому что подача достаточно медленная окунь избирателен и съедобную резину он берет гораздо гораздо увереннее лучше ну в данном случае чаще всего я применяю то есть опять же если мы ловим на легкий отводной поводок о котором идет сегодняшняя речь то приманки фактически не превышают размера двух дюймов то есть слаги вот классические либо квинси либо фэйр виброхвосты это шедер это реалик это возможно там swing impact другие виброхвосты ну и соответственно классический твистер цвет приманки имеет также немаловажную роль поскольку подача приманки у нас идет очень медленная и рыба успевает присмотреться к приманке понять там нравится есть цвет сегодня там именно этот в данной воде или нет или не нравится лучше использовать темные оттенки как показывает практика они на любой на любой наиболее актуальны то есть это виноград грейп фиолет и машинное масло совершенно разных производных в какие-то моменты бывают естественные там белые матовые блестящие приманки работает здесь уже все зависит непосредственно от вашего водоема где вы ловите поменял приманку сейчас поставил в алфе приманка своей собственной игрой это классический твистер небольшого размера дюймовый окунь в пруду здесь не крупный сейчас попробуем половить на него если слагу нужно придавать какую-то анимацию то для твистера достаточно просто делать протяжки можно просто делать медленную равномерную проводку сейчас попробуем просто вот особо ничего не делать просто волочить грузик с такими плавными покачиваниями м еле-еле притронутся прям настолько аккуратно клюется не окунь и опять я попал на бугор прям с этого бугорка только начал замедлил проводку и вот прям такой жевал 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 там стоит но очень избирательный цвет приманки форма приманки подача очень важное значение это имеет все кто считает что над в одной очень просто ловите только когда рыб хорошо и по ничего себе вот эта поклёвка было просто схватил как сумасшедший потянул потянул на к вопросу вот как он заедает но вот если ты вовремя успел то вот приманка у него с краю пасти и анимация поживее маленькая нужно если начал клевать то уже замедляем резина съедобная аттрактант подобран годами у нас он называется мидия по факту это такой рыбный запах в принципе у него вот после долгих экспериментов за свою рыболовную практику я понял что окунь данный запах любит лучше всего на второе место я бы наверно поставил классический сыр сыр похуже работает но в теплой воде порой бывает выстреливает холодной воде уже мидия как бы гораздо гораздо лучше то есть аттрактант позволяет окуню когда он вот так вот аккуратно берет приманку на и щипает вкусовые рецепторы так или иначе у рыбы присутствует резина очень очень мягкая и он ее не бросает он ее не бросает он ее продолжает жевать жевать пока не съест резина нежная но нужно и понимать что вот в одном поводке уж точно это главенствующий фактор я вспоминаю начало двухтысячных годов когда мы ловили на 300 а на обычные там китайские в общем какие были на рынке мы их обязательно варили сейчас этого делать не надо здесь уже мягкая консистенция резины позволяющие просто соблазнять рыбу ну вот собственно перед вами друзья флюор карбоны 3 либра здесь 4 либо просто стерлась уже 5 либров 5 либров я применяю чаще уже над в одном поводке который использую свыше десяти грамм где-нибудь на течении в прудовой ловле 3 4 либо более чем достаточно 0 14 соответственно 0 16 миллиметров вставку для груза я делаю вставку для груза либо использую достаточно толстую плетенку порядка трех п и и но если ловля происходит в ракушечных местах то лучше применять флюор карбон диаметром 0 35 0 4 миллиметра во первых флюор достаточно жесткий и с более тонким диаметром флюора на поводке перехлёстов и закруток становится гораздо гораздо меньше доел доел и при этом вовремя своевременная подсечка я овсетник у нас краешку никуда он не заглотил если удилище позволяет ну имеется ввиду чувствительность спиннинга да на уровне то в целом вы поклевку не пропустите бывают ситуации когда боковой ветер еще что-то конечно мешает более точному определению поклевки нам течение но можно просто пропустить но обычно вот в стоячем водоеме такое происходит крайне редко вот если бы я сейчас не подсёк своевременно отдал бы ему еще за за заедать то конечно у него приманка оказалось бы уже там в гландах и можно сказать это был бы уже труп вот это одна из причин многие не любят отводной поводок особенно спортсмены да на многих соревнованиях вы сейчас запретили где-то сейчас опять вводят что разнесенные оснастки разрешены и спортсмены делятся окунятники на тех кто любит принимать участие где есть отводной поводок и на тех кто считает что это негуманно по отношению к рыбе но я считаю что если правильно ловить данной оснасткой то нету как бы кучи трупов все зависит уже от самого спортсмена рыболова а вам уже самому решать все приходит с опытом с навыком поэтому пробуйте ловите любом случае отводной поводок это не панацея конечно от бесклевья но позволяет уговаривать даже самую-самую пассивную рыбу я сейчас конечно же говорю об окуне потому что основное предназначение именно это оснастки именно я считаю по окуню остальная рыба она ну скажем так вторично хотя с успехом можно ловить и судака и биржа даже биржа наверное чаще я ловил на отводной поводок чем судака судака все же на допустим ту же каролину или на джиг поймать существенно попроще как мне кажется ну все зависит от места от характера места и понятно что применение отводного поводка также как и других оснасток подразумевает именно работу по рельефу то есть под каждый рельеф нужно работать нам своей оснасткой если скажем водоем где много много травы и приманку нужно привести там 50 60 сантиметров от 1 то он делает то тогда лучше конечно применять дропшота не отводной поводок если мы ловим запустим на затаскивание у нас резкая отвесная бровка то здесь как бы отводной будет вне конкуренции но все таки вот рыбка когда пассивная как сегодня все-таки активные хвосты они работают я сейчас попробую еще шедер поставить вот реалик работает вот он очередной полосатый и опять же так тихо об к вопросу до крючок насколько был глубоко нету вот он убежал маленький овсетный крючок вот он наш касается плыви это трава была их слетел сдернула я стрелы и рыба слетела вот кстати еще плюс какой сейчас окунь стоит достаточно далеко от берега вот отошел он уже с берегового рельефа скажем так и встал для осени это характерно и чем позднее осень тем окунь будет уже вставать в более глубинные участки на рельеф и вот отводной поводок это возможность доставить туда небольшую приманку потому что от веса груза фактически ничего не зависит мы можем поставить тот груз который нам нужен это может быть какой угодно груз я вспоминаю были у нас соревнования где победил именно тяжелый отводной поводок все три места призовых были заняты именно с использованием тяжелого отводного поводка все те кто ловил на ближней дистанции с ближней береговой бровки показали результат существенно хуже все потому что окунь в ближней зоне скажем 30 40 50 метров был уже наколот различными оснастками а вот попробовать ловить с дальней бровки на дистанции 50 плюс метров причем вот такого же небольшого окуня мало кто додумался и тогда применение вот интересны были соревнования на москва и кит кубок black hole наверное лет 10 уже наверно прошло тогда я занял третье место я ловил на отводной поводок 2832 грамма груз второе место занял дима волков он ловил порядка там 35 40 грамм наверное груз и первое место занял петя маскалёв который ловил там на 50 60 грамм груз и бросал приманку там под 100 метров клал с трехметровым удилищем при этом приманка на отводном поводке была такая же маленькая то есть небольшой слаг там буквально там дюйм полтора ну максимум 2 и ловили мы не крупного окуня ну проскакивали окуня конечно и посерьезней но вот сам факт того что просто ловишь на дальней дистанции вот ни одна из других оснасток по дальнобойности не сравнится с отводным поводком это самая дальнобойная оснастка по доставке вашей приманки в интересующее место для давайте затронем еще тот момент выбор спиннингового удилища при ловле на отводной поводок на самом деле это вопрос многих мучает и вызывает массу споров в интернете на различных форумах на самом деле мое мнение все достаточно просто во первых спиннинговое удилище должно соответствовать тесту применяемых вами грузов в оснастке отводной поводок то есть ну скажем вот я сегодня ловлю у меня удилище графит лидер белиза карантия 68 до 8 грамм и грузики которые я применяю это 4 6 5 грамм в основе до удилище я считаю должно быть быстрого строя с достаточно с жестким комлем и с вершинкой ни в коем разе не солидной либо табулярка либо общий такой концевой строй упалки рапирные я ее называю объясню почему когда мы ловим на отводной поводок наша задача до провести приманку в сложных условиях и грузик он так или иначе цепляется если спиннинг будет достаточно мягкий то вот этим вот коротким кистевым движением руки когда мы сбрасываем грузик с препятствий или продираемого через бровку или через окушечник жесткий бланк жесткий хлыст позволяет вот таким вот легким движением когда мы сделали грузик перевалить если удилище будет мягкая особенно это важно на течение то тогда просто вот этим движением груз как бы сосется то есть не передастся вот эта динамика удара вот такого кистевого подброса небольшого до на нашу оснастку то есть бланк все это дело смягчит и грузик просто упрется въедет в корягу в бровку и соответственно мы потеряем фактически целую оснастку то есть я все же считаю что удилище должно быть достаточно жесткого строя поклевку при этом обязательно почувствуете все зависит опять же от тестовки удилищ опять же на примере которые я сегодня рассказывал на соревнованиях когда ловили трехметровыми палками с тестом там до 70 до 80 грамм поверьте поклевку через плетеный шнур даже вот такого окуня она чувствуется то есть это главное это строй удилище чтобы мы оснастку могли проводить в сложных условиях для прудовой рыбалки для стоячего водоема это не так критично но тем не менее при ловле в жесткой траве высокие в кувшинках в каких-то корягах это будет также актуально длина удилища но я считаю чем длиннее тем лучше во первых потому что и сама оснастка у нас дальнобойная и чаще всего нам нужно доставлять нашу оснастку достаточно далеко от берега и плюс ко всему вот я ловлю сегодня 68 длиной у меня вот поводок он ну больше чем наполовину спиннинга занимает место то есть если бы у меня палка была кайт шестерка мне было бы точно некомфортно ловить вот где-то 68 7 это примерно такая минимальная длина вот которую я бы рекомендовал использовать опять же все зависит от того места где вы будете ловить на отводной поводок так ну ладно мы нас лак сегодня поймали нас лак похуже клевал он видели до картину репина я выматывал отводной окунь за ним шел на этот пилогический уже товарищ вот смысл не в этом значит на твистер поклевки у нас есть и мне кажется поживее на слаг похуже нужно сниматься и разбираться сегодня это именно так попробуем половить на виброхвост шедер сейчас поставим шедер маленький овсетник декой ну прям вот под дюймовые приманки прям то что нужно я вот к сожалению не вспомню размер если что кому интересно напишите в комментариях я может быть даже вам ссылочку дам на эту модель декорских крючков врать не буду может быть это сс хук по моему могу ошибаться сейчас попробуем виброхвост загрузить ты-ты-ты-ты-ты-ты но долго ты будешь так клевать прям идет сопровождает бьет надо вообще отдам еле-еле вы навести давай просто отдал ему он и доел на 1 5 они бомбил 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 подрос маленько за лето и опять ничего никуда не заглотила все четкое понимание когда происходит поклевка когда подсечь да да плыви и твистов сегодня рулит но вообще над в одном поводке рулит сейчас будет вода холоднее становиться и тогда уже виброхвосты начнут лучше работать не взял выматывать ну вот еще чем хорош отводной поводок и можно работать как маркером кстати не клюнула потому что приманка сползла и можно работать как маркером в плане фидерной ловли да вот как люди используют маркер можно поставить достаточно большой груз и пробить акваторию дно на наличие ракушечник зацепов бровки подъемов там падение то есть ставим большой груз делаем заброс и начинаем просто там протягами вести по дну и потому как у нас груз идет по дну жестко он бьет в было ну в бланк отдает до довольно таки мягко или какое-то препятствие или вы чувствуете пошел подъем опять же унылистый или ракушечный то есть отводным поводком хорошо на незнакомом водоеме достаточно быстро пробивать рельеф если с джигом допустим у кого-то не ладится и не может он определить какое дно то вот отводной поводок в этом отношении один из вариантов так что на вооружении можете себе запомнить приехали на неизвестный водоем привязали там отводной поводок то есть параллельно вы можете и ловить и исследовать но привязали груз за ним поводок с приманкой и просто ловим и когда мы только почувствовали какое-то препятствие или жесткое дно то соответственно там приманку можно задерживать на месте и играть потому что вероятность поклевки именно там жесткого грунта с какого-то зацепа с коряги она наиболее высока чем чем мы будем там всю проводку делать медленно и тошнотворно не понимая в каком месте нам нужно задержать приманку то есть если мы работаем скажем мы стоим у нас бровка там 40 метрах от берега выкинули на 60 и там за бровкой можно достаточно быстро провести там активно отводной поводок чуть ли не как джиговой ступенькой там с подбросами и уже когда начался подъем мы приманку там задерживаем то есть я еще раз повторюсь отводной поводок это такая точная история ловли по рельефу друзья но ролик буду на сегодня заканчивать надеюсь я ответил на многие вопросы о ловле на отводной поводок показав это на небольшой практике если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментарии разберем и обязательно отвечу спасибо большое что были со мной ваша благодарность лайк и подписка на наш канал но у меня на сегодня все до новых встреч на водоемах